В селе Весёлый Лопань Белгородского района есть здание, похожее на замок. Это дом Мухановых, памятник архитектуры начала 20 века. Сегодня объект культурного наследия находится на реконструкции. О его обновлении жители Весёлой Лопани мечтают давно, как об обновлении территории вокруг него, которые сейчас находятся в запустении. Из благоустройства пока только тротуар. В остальной распутье затеряются даже гордые вековые деревья, которые тоже признаны достопримечательностью. Селяне давно мечтали привести усадьбу в порядок. Нужное это дело, нужное. Вот крик души даже у всех селян. Валентина Павловна Камышинская, коренная жительница Весёлой Лопани, говорит, это место обычно людное. Рядом детский сад, а летом здесь проводят сельские праздники. Будет отреставрирован дом и будет благоустроена территория. И будет красиво, не то, что вот сейчас мы видим. Благоустройство территории вокруг дома Мухановых включено в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Местная администрация уже предложила эскизы. Есть идея организовать сразу три зоны отдыха с небольшими архитектурными решениями. Основной материал – дерево. Из него могут сделать и игровую для детей. Есть в эскизах и арт-объекты. Как будет выглядеть парк, решат жители. На голосование жителей будет представлено два эскизных проекта, из которых они выберут достойный. О голосовании глава Весёлой Лопани рассказывает на общем собрании. Приглашены и школьники в этом году. Все, кто старше 14 лет, тоже могут отдать свой голос за понравившийся проект. А юные жители села заинтересованы в обновлении местного парка. Очень грязно, нет скамеек, где элементарно можно посидеть. Поэтому благоустройство, я считаю, что это выход. В этом году проекты своих территорий, за которые могут проголосовать жители, предложат шесть муниципалитетов. Белгород и Белгородский район, Алексеевский, Валуйский, Губкинский и Новоскольский округа. Тем, кто не сможет самостоятельно проголосовать, помогут волонтёры. Четыре из них будут работать и в Весёлой Лопани. Тем, кто будет к нам обращаться, у нас будут планшеты. Мы будем работать в администрации на базе МФЦ. Для того, чтобы проголосовать, человеку необходимо иметь просто телефон, чтобы ему, как подтверждающая, пришла СМС. А онлайн-голосование, которое будет доступно каждому, пройдёт на сайте 31.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Екатерина Ковалёва, Евгений Цапков. Такой день на мире Белогорья.